Урок номер... урок номер три. Я полагаю, что у каждого человека однажды возникает вопрос. А что же это такое? Любовь. Каждый из людей однажды пытается ответить на этот вопрос. Нет, ну конечно, в молодости мы прекрасно знаем, что это такое любовь. Вот спроси ты любого, молодого человека, влюбившегося однажды. Ой, он начнет говорить, боже мой, боже мой. Он так улыбается, от него там вкусно пахнет. Да. Это имеет значение. Это имеет значение на каком-то этапе, вообще на любом этапе третье значение. И я как психолог анализирую ситуацию. Долгое время, скажу я вам абсолютно честно, не могла ответить на этот вопрос, что это такое любовь. Да я и сейчас не отвечу, если меня спросят в лоб конкретно. Это я вот сейчас вам говорю, да? На самом деле, выхожу за рамки своего, так сказать, профессионализма. Потому что я должна держать себя там, где мне должно стоять. И сидеть тоже. Так вот, понимаете, какое дело? Рассуждая на эти темы, мы никогда не придем к одному и тому же. Никто. Вот мужчины, они, знаете, как рассуждают? Я как-то один раз вообще удивилась. А честно, один мне говорит. А почему ты решила, что я не люблю тебя? А я люблю тебя вот так, как я тебя люблю, и не кто-нибудь другой. Вот так вот. Да почему ты мне диктуешь, как я тебя должен любить? Да нет, я не диктую, я просто не понимаю, как можно говорить, что я тебя люблю, и при этом срать, простите, гадить в душу. В тот момент, когда тебя ждет кто-то там около окошка скачет, попрыгайчиком, зайчиком. Ждет, ждет и дождаться не можешь. Вот это вот.